этом и так структурирование равновесие материального с духовным это тема сегодняшнего вебинара да давайте я скажу несколько слов почему духовно и материальное но должно между собой структурироваться все дело вот в чем когда человек пытается быть конкурентно способным то он должен столкнуться с проблемами которые связаны с конкуренцией среди тех людей с которыми он живет допустим вы собираетесь заниматься вы хотите стать очень знаменитым человеком для того чтобы стать очень знаменитым человеком вам необходимо конкурировать с теми же людьми которые хотят тоже стать очень знаменитыми людьми и эта конкуренция должна происходить в особых таких материальных моделях то есть вы должны быть красивее чем все остальные чем все остальные там 100 тысяч человек умнее чем 100 тысяч человек там я не знаю моложе чем 100 тысяч человек еще что-то тем самым можно сказать что конкуренция в моделях нашего материального мира это чрезвычайно сложный путь и как правило этот путь еще и такой не очень хороший потому что обычно в этой конкуренции не побеждают самые заслуживающие этой конкуренция побеждают самые хитрые наверное самые изворотливые ну может быть даже самые в большинстве своем еще и самые богатые так я знаю профессоров которые никогда не закончили хорошо школу и очень плохо учились в институтах и так далее это все связано с тем что конкуренция в материальном мире она более материальной конкурировать в этом материальном мире очень сложно и здесь такой вопрос который в свое время задал себе он заключался в том что а как же нам обычным маленьким да лысым конкурировать в этом мире сложном когда у нас за плечами ничего нет когда мы тоже хотим быть и знаменитыми и успешными и наверное здоровыми и так далее и пришла на ум идея такая но есть же такие люди которые ниоткуда да в князи мы бывают же такие люди которым вот чертовски повезло я это назвал идеей духовной конкуренции или по-другому система везения человека система свою эзотерику я называю системой разработанные мной системой которая объясняет почему человеку везет и вторую сторону этой эзотерики назвал управление хаосом или управление контролируемого хаоса ну и саму систему первой части которая называется почему человеку везет я объясняю с позиции духовного роста то есть человеку который живет и который имеет какие-то элементы духовности это первое желание которое создает надежду на то что будет лучше это внутренний яростный такой огонь который заставляет человека к чему-либо стремиться это даже концепция доброты и одним словом вот эти все элементы когда человек может развивать свою духовность могут помочь человеку быть более везучим в его жизни ну и конечно же моя эзотерика она в большинстве своем объясняет как можно конкурировать только с помощью развития у себя духовности то есть быть более добрым быть более теплым более ценить близкие отношения более сильно любить своих близких свою мать или отца ну и вот там целый ряд вот этих концептуальных идей которые я озвучиваю прямо на первой ступени школы кайлас именно поэтому это равновесие духовного и материального она может быть то есть человек выбирает для себя каким путем ему идти быть конкурент вырабатывать свою конкурентную сторону будучи конкурентном в материальном мире тогда он должен быть более сильным более хитрым более жестоким более наверно бесстрашным либо конкуренцию в духовном мире тогда он должен быть более добрым более заботливым более наверно творческим ну и там все элементы которые связаны с духовностью можно ли эту информацию найти не думайте что я не хочу об этом говорить данную информацию очень легко найти на моем канале в youtube который называется андрей дуйко официальный канал вам для этого необходимо перейти на мой канал и набрать в поисковой системе андрей дуйко духовная конкуренция ли андрей дуйко как значение духовности для человека и вот посмотреть там полноценный вебинар я об этом очень много рассказов